3 триллиона на поддержку материнства и детства. Правительство России делает акцент на формировании достойной жизненной перспективы для детей. Детский отдых по-новому. Оздоровительная кампания 2016 для окружных ребят станет по-настоящему детской. С главными новостями этого дня с вами в студии Илья Сахаров. На поддержку материнства и детства в России в 2016 году будет выделено 3 триллиона рублей. Из них 480 миллиардов рублей предусмотрены в федеральном бюджете. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании Координационного совета при президенте Российской Федерации по реализации национальной стратегии действий в интересах детей. Руководитель администрации президента Сергей Иванов в ходе заседания призвал уделить самое пристальное внимание формированию достойной жизненной перспективы для детей. Необходимо создавать условия для интеллектуального, физического и нравственного развития детей, раскрытия и максимальной реализации их талантов и позитивных интересов. Также руководитель администрации обратил внимание на необходимость повышения уровня жизни семей с детьми и формирования четкой системы адресной поддержки нуждающихся. В соответствии с приоритетами социальной политики, определенными на высшем государственном уровне, в нашем округе также будут применяться принципы адресности и нуждаемости. Они распространятся и на организацию отдыха, а также оздоровление детей. Таким образом, детская оздоровительная компания ВНАУ, начиная с 2016 года, должна будет стать по-настоящему детской. Подводя итоги этого года, стоит отметить, что по предварительным итогам более тысячи детей и их родителей смогли отдохнуть по путевкам мать и дитя. Среди них 615 детей, остальные 532 путевки предоставили для сопровождающих родителей. В среднем стоимость одной путевки региональному бюджету обошлась в 52 тысячи рублей. Всего на оздоровление юных жителей ВНАУ было выделено свыше 62 миллионов рублей. Но отдохнуть в этом году смогли не все желающие. В очереди, как нуждающиеся в санаторно-курортном лечении, значится еще порядка 900 человек. Чтобы увеличить количество детей, которые могут отдохнуть и оздоровиться за счет средств окружного бюджета, со следующего года детская оздоровительная компания станет по-настоящему детской. С 4 до 9 лет юные жители Заполярья будут выезжать в санатории России в сопровождении родителей или близких родственников. Дети постарше с 10 до 15 лет в составе организованной группы. Приоритетное право на получение региональной поддержки будут иметь дети 3, 4 и 5 групп здоровья. В районе поселка Харьягинский возвели первый модульный убойный комплекс отечественной разработки. Цех «Ненецкий кооператив Путилича» возвел на собственные средства. Аналогов в России ему нет. Вернуть или не вернуть? Парламентарии Северо-Запада обсуждают необходимость возврата к системе медвыдрезвителей. В районе поселка Харьягинский возвели первый модульный убойный комплексный пункт отечественной разработки. Аналогов в России нет. Цех «По забою мяса» построила московская компания на деньги «Ненецкого кооператива Путилича». Цена вопроса больше 70 миллионов рублей. Часть затрат компенсировали из регионального бюджета. Это яркий пример того, что субсидии, предоставляемые властями оленеводам, оказывают реальную помощь. О самом современном в округе убойном пункте расскажет Олег Катанзийский. Вот это сооружение самое современное в округе на следующий день. Это, пожалуй, исторический момент. На Крайнем Севере открывают первый в стране отечественный быстровозводимый убойный комплекс. Его собрали всего за пять недель. Да, начинается с того, что вот в коралле отсюда заходит животное, закрывается клетка, здесь же он оглушается. Оглушается с помощью холостых патронов, то есть не убивается, а именно оглушение происходит. После тушу оленя подвешивают на специальные рельсы. Начинается сбор крови. Кровь идет на переработку, из нее делают БАДы, ферменты различные, то есть оно уходит в медицину. Затем тушу обезглавливают, снимают шкуру, она идет на засолку. Дальше так называемый процесс потрошения. Перед тем, как тушу отправят в холодильник, ее обязательно осмотрит ветеринар. Здесь работают мощные холодильники, которые охлаждают. Здесь уже холодильная камера. Здесь уже холодильная камера, камера созревания до плюс четырех. После этого, скажем так, забили. На следующий день, на утро, она отсюда вся выкатывается и уходит в морозилку. Вот они, первые пробные туши. Этих оленей забили буквально несколько часов назад. Здесь температура в камерах хранения минус 30 градусов. Эти туши пробудут примерно 10 часов, затем их отправят в другие камеры хранения, которые установлены на улице. Холодильники очень мощные. До утра до минус 30, до минус 32. Толще мясо температура уже, то есть они практически стеклянные. На одного оленя в среднем уходит не больше пяти минут. За смену она длится 10 часов. Здесь возможно обработать порядка 400 голов. Для СПК Путилича это первый собственный убойный пункт. Раньше рогатых животных кооператива забивали в Харивере. Это для нас выход из положения, который тянулся много лет. В связи с глобальным потеплением мы не можем бить за бой. И поэтому вот этот современный убойный пункт, можно сказать, независимый дает нам от погоды. Мы можем бить при температуре минус 2, не дожидаясь минус 12, минус 10. Модульный комплекс Путилича построил на собственные деньги. Часть затряд, благодаря специальным программам субсидирования, компенсировала администрация региона. Стоимость убойного пункта составила чуть больше 70 миллионов рублей. Если сравнивать по финансовым затратам, то можно просто вспомнить, примерно собирались построить в поселке Индига аналогичный убойный комплекс. Цена его достигала 150 миллионов. То есть, ну, этот, скажем так, в разы дешевле. Поэтому, ну, здесь само хозяйство строило, оно само определяло, что им нужно. Определяло приоритеты, конфигурацию и все производственные параметры. До конца года на модульном комплексе СПК планируют забить порядка 10 тысяч голов оленей. Большая часть мяса по зимнику попадет на переработку в Наринмар. Та продукция, которая выпускается на таких убойных пунктах, она выдерживает определенную температуру от забоя до выпуска уже непосредственно, когда идет в магазины на реализацию продукции. То есть, по сути дела, это евростандарт. И вот хотелось бы, чтобы все убойные пункты в Ненецком автономном округе у нас были такими. И мы надеемся, что это все будет. Мы к этому будем стремиться. И должно это все получиться. Модульный комплекс – это еще и мини-цех по производству продукции. Сейчас здесь выпускают языки оленей. В перспективе изготовления нарезок, колбас, деликатесов и даже пельменей. Олег Котензейский, Дмитрий Лукевич, Андрей Котов. Телеканал «Север», поселок Харьягинский. На главной сцене города Усинска состоялся фестиваль «Многоцветий Севера», на котором были награждены победители 11-го конкурса социальных и культурных проектов компании «Лукойл». Гранты были вручены 15 организациям из республики Коми и Ненецкого округа. Праздничное мероприятие, посвященное 11-му конкурсу социальных и культурных проектов, началось в фойе Дворца культуры. Здесь умелые специалисты провели мастер-классы по разукрашиванию лиц с гипоаллергенными красками, рисованию в стиле батики, плетению корзины кукол. Затем все плавно перешли в концертный зал. Конкурс социальных и культурных проектов проводится в регионах присутствия компании «Лукойл» с 2002 года. А вот в 2005-м он впервые состоялся в республике Коми и в Ненецком округе. И вот уже 11 лет жители этих двух регионов активно участвуют в конкурсе. Наша компания всегда являлась флагманом социального партнерства во всех регионах. деятельности по всей Российской Федерации. Цель таких проектов – это поддержание некоммерческих общественных организаций для того, чтобы создать нормальную почву для развития того или иного проекта. Мы всегда рады помогать тем, кто хочет чего-то достичь, кто хочет чего-то добиться, создать что-то своими руками. Благодаря этому конкурсу в регионах деятельности крупнейшего нефтяного предприятия «Лукойл» улучшается социальный климат и поддерживается общественная инициатива по решению проблем и реализации культурных проектов. Обязательным условием участия является наличие у конкурсанта не менее 30% собственных или привлеченных средств на финансирование проекта. Это является одним из признаков того, что участник конкурса действительно заинтересован в реализации своего проекта. Начиная с 2005 года в конкурсе приняли участие более 600 проектов, 102 стали победителями. В этом году на победу претендовали 90 идей. 15 из них стали лучшими. 90 проектов поступило на конкурс. Естественно, что было очень сложно определить победителей. Но я думаю, что выбраны самые достойные, самые лучшие. В 2015 году отбор лучших проектов проводился по нескольким номинациям – «Духовность и культура», «Экология», «Спорт». Также учреждена специальная номинация «Победа», посвященная празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. На получение гранта в этой номинации претендовали 17 проектов. Три из них удостоились поощрения. Этим летом на средство гранта был установлен памятный знак воинам-оленеводам в деревне Новикбош Усинского района. В номинации «Духовность и культура» было представлено 37 проектов. Шесть из них стали победителями. Мы организуем занятия по рисованию песком с людьми высокого возраста, которые проживают в Пустозерском доме-интернации. И мы хотим наш опыт распространить на учреждения для инвалидов, для престарелых в республике Коми. Нам кажется, что этот опыт будет очень полезен. И это очень зрелищно, когда 80-летние бабушки, дедушки рисуют песком, вот их натруженные руки, их лица. То есть они получают какую-то новую краску в этой жизни. В номинации «Экология» было представлено 14 проектов. Три одержали победу. В спорте из 22 жюри отметило три проекта. Наш проект называется «Спорт против наркотиков». Я хотела, чтобы наши трудные подростки занимались волейболом, футболом. И чтобы до нашего района не дошли такие, как «Спайс» и другие наркотики. В рамках подведения итогов конкурса в Усинске прошел фестиваль «Многоцветий севера». На главную сцену города вышли уникальные творческие коллективы из Наринмара, Ухты, Усть-Цильмы, Ижмы, Печоры и Усинска. Каждый танец, каждая песня и подобранные костюмы передавали весь колорит нашей северной земли. Илья Сахаров, Олеся Грейс, Алексей Серов. Специально для телеканала «Север». В России сегодня отмечают день рождения Деда Мороза. С этим праздником бородатого волшебника поздравили и дети Ненецкого округа. Старый дневник в новом издании. Книга Елизаветы Вучейской вышла в свет и скоро появится на прилавках книжных магазинов. Средства для издания повести собирали всем миром. Из разных уголков России – Якутии, Краснодара, Архангельска, Наринмара. Люди посылали средства, чтобы книга, которая должна была быть выпущена еще в 1980 году, наконец обрела жизнь. Писать Елизавета Алексеевна начала в 8 лет. И уже тогда на школьном педсовете ее талант высоко оценили. Это был, наверное, 3-й или 2-й класс. А я в тот день как раз ходила за елкой. Мы учились со второй сменой. Елки нельзя было рубить. Но я подумала, что я маленькая девочка, меня никто не тронет. Я взяла от санки, срубила елку и принесла ее домой. Сказала, что будем мы ее украшать. И, конечно, я решила написать сочинение, и я его написала. А потом, через много лет, я узнала, что это сочинение принесла моя учительница на педсовет и зачитывала его. Сказали, что хорошо получилось. А потом, спустя годы, ее книга «Ягоды можжевельника» попадет в руки члену Союза писателей Алексею Печкову. Алексей Ильич тогда скажет, что буквально проглотил рассказы за один вечер и порекомендовал срочно печатать повесть. Так книга пошла в мир. Увидеть мир смогла и повесть «Старый дневник» только через нескольких десятков лет. Потому что ее хотели издать в 80-м году, когда еще училась в Герценовском институте. Но там не сложилось, потому что надо было над ней еще поработать. А начались у меня выпускные экзамены, и пришлось это отложить. И отложила вот до этого года. Тогда в далеком 80-м юная студентка показывает свой дневник мансийскому поэту Ивану Шесталову. Шесталов прочел их, а потом высказал свое мнение. «Елизавета, поздравляю, ты настоящий писатель. Давай будем договариваться, как напечатать твой дневник». Однако в издательстве юному дарованию отказали, заметив, что книга не представляет интереса, поскольку в ней нет общезначимых проблем и героя-коммуниста, который звал бы на подвиги. И вот более чем через тридесятка лет книга, в основу которой лег реальный дневник автора, нашла своего читателя в профессиональном училище. Там писательница преподает физику. Ее произведение уже оценили коллеги и студенты. Вот только что дал ручку ей, чтобы она мне подписала книгу «Старый дневник». Хочу ее прочитать. Все. Потому что кто читал, говорят, что читается на одном дыхании. В основном за одну ночь все и прочитываю, потому что, как говорят, невозможно оторваться. Начинаешь читать, читаешь, читаешь. Я дошел до того момента, я говорил уже, что я дошел до момента, где Катя прощается со своим другом, который мог бы стать ее любимым человеком, но по каким-то причинам. Ну, по каким причинам, я понимаю, почему не стал. Ну, вот как бы так. На этом я остановился пока. Останавливаться на достигнутом Елизавета Ваучейская не собирается. Уже выпущены тысячи экземпляров повести «Старый дневник». Часть из них будет реализовываться в Санкт-Петербурге, а часть вернется в родной Наринмар. Ирина Цепетова, Любовь Пермякова, Леонид Жишелов, Телеканал «Север». Один из самых загадочных праздников отмечают в России 18 ноября. Сегодня день рождения Деда Мороза. С огромной радостью и большим нетерпением все взрослые дети России ожидают появления новогоднего героя. В свой день рождения Дедушка Мороз не сидит на месте, а путешествует по всей стране. Некоторым жителям Наринмара повезло, и они смогли увидеть Деда Мороза, лично поздравить его с праздником и попросить подарки. В России день рождения волшебника принято отмечать с ноября 2005 года. Но подлинную дату его рождения не знает никто. Порывшись в источниках, можно предположить, что ему уже 2000 лет. Несмотря на свой преклонный возраст, свой день рождения, волшебный маг не сидит дома, а путешествует по всей стране, следит за подготовкой к новогоднему празднику. Сегодня главный герой Нового года Дедушка Мороз решил встретить свой день рождения в Ненецком округе. Именно сегодня он прилетел на своем волшебном самолете и пообщался с маленькими жителями региона. Я из сказки, Дед Мороз, сказки настоящей. От меня не прячьте нос. Добрый я сегодня. Сегодня свой день рождения. Я прилетел в город Наринмар отпраздновать вместе с вами. Ну и, конечно, хотелось бы пожелать, что в каждом доме в 2016 году будет подарок. Это я обещаю. Для Дедушки Мороза мы провели экскурсию по нашему заполярному городу. Главный герой праздника прошел по улицам Наринмара и был приятно удивлен, что наринмарцы знают про его день рождения. А вот и наши детки. Ой, здравствуйте, ребята. Вот еще девочка. Вы знаете, какой сегодня день? День рождения Деда Мороза. Молодцы. Девочки, а что пожелаете главному герою сказки новогодней? Я пожелаю, чтобы все дети его слушались и у него всегда было счастье. А ты что пожелаешь? Я желаю счастья, чтобы он был хороший всегда. Дети его любили всегда. Ой, обнимите дедушку. Спасибо. Так, здорово, поздравляю. А вы верите в сказку? Конечно. А что можете пожелать Деду Морозу? Сказочных свершений мечты. Здравствуйте. Поздравляю вас. Спасибо. Дедушку обнять надо. Спасибо большое. А что пожелаете Дедушке Морозу? А Дедушке Морозу что пожелаю? Морозов сильных, северных. Это и хорошо. Снегопадов. Сделаем. Поздравляю, ваше вырождение. Спасибо большое. Дедушку надо обнять. А что пожелаете Деду Морозу? Терпения и побольше подарков. Вам и вашему ребенку. И все, все, все. Хорошо, ну вы пишите мне письмо. Обязательно напишу. Не стареть и хорошие подарки всем дарите. Какой подарок хочешь? Наушники. Наушники. А эти уже не устраивают? Нет. Ну, спасибо тебе большое. Хорошо, будут тебе наушники. Дети Ненецкого округа поздравили Дедушку Мороза с его праздником. И, конечно, уверенные в силе его волшебства попросили подарки. А взрослые загадали всевозможные желания. Но тех, кто лично не успел увидеть Дедушку Мороза и поздравить его с Днем Рождения, не расстраивайтесь. Дорогие ребята, пишите письма Дедушке Морозу. Именно с сегодняшнего дня можно писать письма с просьбами и пожеланиями. А Дедушка Мороз обязательно вам ответит. Правда, Дедушка? Все правда, все верно. Для всех желающих поздравить Дедушку Мороза с Днем Рождения и Новым Годом создан специальный почтовый ящик. Индекс 162-390. Вологодская область. Город Великий Устюг. Пишите письма и верьте в чудеса. Любовь Пермякова, Александр Дуркин. Телеканал «Север». Такова была информационная картина дня. Посмотреть новости вы также можете и на нашем сайте по адресу www.trksever.ru. До встречи в эфире.